Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль. Виктор Петрович, здравствуйте! Добрый вечер! 18 марта вы вступили в эту должность, то есть уже скоро будет почти 100 дней. Наша коллега Людмила Медведева делала сюжет к этому событию, приуроченный. Давайте в начале эфира посмотрим сюжет. Спасибо! Виктор Петрович Пикуль более 10 лет руководит Ленинской ветеранской общественной организацией. За это время Советом ветеранов многое сделано. Организация – лидер среди ветеранских сообществ Подмосковья. И все это, как считает Пикуль, результат работы единой команды и тесного взаимодействия с органами власти. Поэтому мы вот этот принцип будем дальше продолжать. И символично, что на этом пленуме областном с нами были тоже все органы власти. И губернатор, и члены правительства, и так далее. Значит, мы единая команда. На пленуме Совета ветеранов Подмосковья именно кандидатура Пикуля, председателя Ленинской организации, после дебатов стала победителем. Это вдвойне приятно. Конечно, и заслуженной победы. Потому что Виктор Петрович, он выстраивает свою работу, и приоритетом его работы являются ветераны. Ветераны, то есть люди. Это самое важное, для чего и создано, собственно говоря, ветеранские движения. Лучшие традиции, заложенные ветеранским движением в Ленинском районе, Виктор Петрович планирует развивать и в работе областного совета ветеранов. Мы будем добиваться изменений, внесения новых законодательных актов, выходить с инициативами в законодательные органы, структуры, региональные, федеральные. И еще одним очень важным направлением деятельности ветеранских организаций председатель считает патриотическое воспитание не только молодежи, а всех категорий граждан. У нас есть великая история нашей великой страны, Великой Руси, нашего Подмосковья замечательного. У нас есть даты, события, есть вехи определенные. Хочется пожелать Ленинской району ветеранской организации не сдавать позиций, а Виктору Петровичу новых побед. Мы хотели бы пожелать Виктору Петровичу, чтобы он продолжил ту работу, которую он продолжал в нашей районной организации. При его участии, в его трудах мы добились больших успехов, и нас знают о нашей организации во всей Московской области. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Виктор Петрович, расскажите, работы прибавилось, наверное, в несколько раз. Несомненно, конечно, масштабы нашей теперь деятельности, моего совета, от имени которого я и хотел сегодня обращаться и приветствовать наших телезрителей, от имени Московского областного совета ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов, конечно же, несравнимы с районными. Это, по крайней мере, в 68 раз, можно сказать, больше и количественно, и территориально, потому что 68 муниципальных образований имеют свои структуры ветеранские, в каждом из районов и городских округов есть наши ветеранские организации, и мы работаем вместе с ними, единым коллективом, единой командой. И поэтому, конечно же, задачи, их объемы, масштабы, как я уже сказал, заметно больше. Каждому нужно уделить внимание, да? Несомненно. Поэтому на первом этапе своей работы поставил перед собой задачу по максимуму бывать на местах, бывать на других территориях, в ветеранских организациях, в гуще событий среди людей. Но я человек по своему принципу, это человек, который привык работать с конкретными людьми на земле, на местах. И вот этот принцип, который был заложен здесь, в Ленинском районе, мне это приятно отметить, а еще, похоже, на эфир не раз скажу добрые слова об адресе Ленинского района и нашего в целом ветеранского актива, то будем это все, естественно, применять и в моей дальнейшей работе. И поэтому, ну вот так как бы выстраиваем пока свою деятельность. Что новое или чем отличается работа областного совета ветеранов от районного? Наверное, в первую очередь тем, что, вот я уже как говорю, те масштабы, которые мы имеем, и мы работаем с полутора миллионами человек, членов нашей ветеранской организации. Это уже, ну как бы говорит о том, что несравнимо и несоизмеримо больше людей, больше требуется внимания, больше энергии, больше средств и так далее. Поэтому сейчас вот я пытаюсь бывать как можно чаще на территориях. Я не кабинетный работник был, и мы останусь. И актив, который в Московской области уже работал, свои традиции имеет, и свой там большой тоже потенциал, конечно же, тоже будем мы направлять именно на это, на работу с людьми, работу в первичных структурах, работу на местах. Их, кстати, в Московской области первичек наших, где основные все происходят события, где основные проблемы людей, которых мы должны защищать, как это уставная одна из задач наших, более полутора тысяч. И вот это тоже как бы вот такая тема или вопрос, постараться побывать не просто на местах, не просто в районах там и городах, а вот в гуще событий у больных и одиноких, у нуждающихся в помощи, попробовать охватить всех и вся. И тогда действительно наш тот святой принцип, что никто не должен быть забыт, он начнет давать свои результаты. Они уже были и до этого, потому что Московская областная ветеранская организация, она одна из самых сильных, одна из самых, можно сказать, надежных в структуре Всероссийской ветеранской организации. Вот эту традицию мы, конечно же, тоже будем не просто учитывать, а стараться ее поддержать и дальше развивать. Много еще, можно сказать, как бы особенностей, они действительно такие есть. Но для меня лично, вот мой предыдущий опыт работы, работы с активом нашего Ленинского района, ну, очень важен, очень ценен. И я считаю, что он был у нас здесь накоплен настолько достаточен, что, наверное, благодаря этому, в первую очередь, я и оказался вот в этой должности. Потому что нас видели, не лично Пикуля видели, а видели коллектив, видели Ленинскую районную ветеранскую организацию. И когда стал вопрос о преемнике, преемнике Виктора Яковлевича Азарова, легендарного фронтовика, в первую очередь, он более 25 лет возглавлял от основания Московскую областную ветеранскую организацию. Легендарная, уникальная личность, человек, кладезь знаний, опыта, мудрости, организаторских способностей и других талантов. Вот ветеранский актив области, именно он, не кто-то там, как сейчас говорят, по каким-то там параметрам или еще оценил, что вот именно этот подходит или он там какими-то способами заработал в такую возможность попасть в этот именно коллектив и попасть на эту должность. Нет, актив видел нашу районную ветеранскую организацию и уже потом, наверное, и ее руководителя. И поэтому он настоял в полном смысле слова. Я вообще человек, хотя и военный по жизни, но не карьерист, к власти никогда не рвался и всегда старался придерживаться принципа, что тебя должны оценить, если ты того достоин, тебя должны выдвигать или предлагать кто-то. А сам обычно сопротивлялся вот всяким даже вот этим карьерным движениям. Но здесь так получилось, что актив областной настоял на этом, на пленуме областном, открытым голосованием при альтернативной кандидатуре был Иван Васильевич Захаров, герой социалистического труда, моим как бы оппонентом условным таким. Вот за меня проголосовало большинство, и я поэтому сейчас должен, обязан сделать все для того, чтобы, во-первых, высокую честь, которую мне оказал, ветеранский актив в первую очередь, это оправдать, и доверие это, которое мне высокое оказано, то же самое, чтобы оно было реализовано конкретными делами. Ну а сразу же вот скажу, что с теми, кто был якобы моими вот оппонентами, даже с Иваном Васильевичем Захаровым, мы тут же прямо на пленуме нашли не просто там контакты, общий язык, но и уже составили свои планы дальнейшего сотрудничества, взаимодействия, и сейчас работаем в единой команде. Он тоже член Президиума Московского областного совета ветеранов, он заместитель мой по одному из направлений деятельности, ну и думаю, что мы и дальше успешно будем решать стоящие перед нами задачи. Виктор Петрович, но все-таки Ленинской районной организации ветеранов уделяете больше внимания? Не забываете? Я, да, я вот, знаете, как сказал, что Ленинская районная ветеранская организация, она была, есть и будет в центре внимания, и не только потому, что я как бы отсюда выходец, она меня вырастила тоже, и здесь тоже замечательные традиции были, учителя прекрасные и так далее, а уже и потому, что здесь действительно уникальный опыт работы есть. Здесь очень много есть тех вещей, есть тех полезных начинаний, традиций, заложенных в отношениях между организацией, вообще общественностью и органами власти, между нашими структурами и молодежью, между ветеранской общественностью и должностными лицами, руководителями и соответствующими другими структурами, и социальными, и образованием, и здравоохранением, и так далее. Поэтому опыт нашего района, он действительно, считаю, уникален. Я в этом убеждаюсь уже, вот, обезжая территории, бывая на местах в других муниципальных образованиях. То есть вы сравниваете, да, работу? Конечно же, не в обиду им, там тоже и замечательные люди, и актив замечательный, и, в принципе, отношения как раз с руководителями, и должностными другими лицами, и всеми органами власти и так далее, тоже очень неплохие, и опыт колоссальный наработан. Но все же считаю, и порой стараюсь быть объективным, сравнивая ситуацию там и здесь, считаю, что Ленинский район заслуживает действительно быть районом-лидером. И в целом, как район, и наша работа с общественностью здесь, и сами общественные организации, и в том числе самая многочисленная, самая авторитетная, самая уважаемая, наверное, это объективно так, это ветеранская наша структура. Поэтому она пример. И для меня, как своего рода, где-то лакмусовая бумажка, где-то тот критерий, когда вот я бываю на местах, я не в плане там, чтобы ущемить или каким-то образом еще как-то там, значит, вот поднять выше там и сказать, что вот там не так, у вас или я. Вот в Ленинском районе по-другому. Нет. А с точки зрения опыта, с точки зрения определенных наработок, стараюсь это привносить. Поэтому Ленинский район на особом, конечно же, в плане в особым таком положении, но в самом хорошем, добром. Виктор Петрович, а кто будет возглавлять сейчас Ленинский районный совет ветеранов? Сейчас только исполняющий обязанности, да? Еще не назначен. Нет, у нас совершенно правильно, вы говорите. У нас исполняет обязанности председателя Ленинской районной ветеранской организации Василий Леонтьевич Мартынчук. Он был, когда мы вместе работали, заместителем моим. Сейчас он исполняет обязанности, то есть вся полнота власти уже у него. Ему это нашим ветеранским активом поручено, решением президиума. В ближайшее время, где-то до конца июня месяца состоится пленум, на котором будет официально избрана кандидатура, утвержден новый руководитель. У меня, например, предложение именно рассматривать Василия Леонтьевича Мартынчука. Я думаю, что он очень достойный кандидат на эту должность. Поэтому там, на пленуме, этот вопрос окончательно будет решен. То есть пока неизвестно, какого числа? Ну, где-то последние числа месяца. Вот так ориентировочно это произойдет, событие. Оно планируется, да. Виктор Петрович, давайте поговорим о единствах ветеранского движения. Ну, тема интересная. И правильный вопрос, я его, может, даже ждал. Я рад, что Вы, как представитель и средств массовой информации, и более молодого поколения, тех, кто, собственно говоря, и идеи, и многие традиции старшего поколения продолжают, видите тоже этот вопрос, эту проблему. Наверное, это заметно, потому что ситуация и в мире, и ситуация в нашем государстве. Многие законы и другие вот события, которые происходят за последние десятилетия, скажем так, вот нашего существования в новой общественно-экономической формации, они показали, что есть определенные течения, может, даже центробежные силы, где-то искусственно созданные, где-то по каким-то недоработкам в действующем законодательстве, может, еще по разным там причинам, но есть попытки внести определенные расколы, я бы даже назвал таким словом, в общественные движения, и в том числе и в нашу ветеранскую практику. Ну, я не буду вдаваться в примеры подробностей, это можно найти сейчас в средствах массовой информации, массу таких фактов, явлений. В интернете он, если посмотреть, кто это делает, ну, кто это как бы понимает и желает это сделать, но хотел сказать вот о чем. В нашем государстве, в принципе, вот существует очень встроена такая структура, выстроена ветеранская нашего движения. Есть на уровне государства, Всероссийская ветеранская организация, ветерана войны труда вооруженных сил и прохладительных органов. Ее структура, это самая многочисленная, потому что есть и другие, конечно же, общественные организации, структуры, они юридические лица, как сейчас в действующем законодательстве, это определено, вот, и они имеют право быть юридическими лицами. Даже, кстати, по, вот нюанс такой есть, для наших телезрителей, кто смотрит, может, не вдавался в такие подробности, коль мы сейчас заговорили, я скажу, есть нонсенс такой, в принципе по закону федеральному, три человека могут создать уже общественную организацию, три человека, и даже сделать ее юридическим лицом, дающим право и средства материальные на расчетном счете свои иметь, и задачи уставные под свой устав там решать, и так далее. Но, наверное, это тоже определенная действительно ситуация, что могут три человека, да, или что такая может вот организация, как наша в Ленинском районе, она насчитывает больше 20 тысяч человек, да, в Московской области организация, более полутора миллионов, в масштабах государства, это огромное число людей, которые объединены в единую структуру, которая имеется на всех наших, ну, скажем, во всех городах, весях, населенных пунктах, регионах, районах и так далее. Конечно же, это очень важно, чтобы при этом было единство в этих рядах. И, к сожалению, ситуации, когда под некие, ну, частные иногда даже моменты или интересы возникает необходимость там, вот, или даже предвыборные даже, да, ситуации, когда вот наши кандидаты там на депутатские или другие места, пытаясь найти поддержку, вспоминают про структуры, в том числе общественные, пытаются найти контакты какие-то и так далее. А у кого-то это не получается, а может самостоятельно свою создать тогда, которая меня будет поддерживать именно. Но пройдет этот процесс, там выборы, допустим, закончились, а будет ли поддерживать этот человек ту структуру, которую он создал? А может и не будет. Может, у него другие интересы появятся, желания и так далее. Это очень важно, чтобы не происходило вот такого растягивания, раскола и так далее. Очень необходимо сейчас единство наших рядов и на уровне населенных пунктов, на уровне наших муниципальных образований, на уровне регионов и в целом нашей страны. И вот я, как представитель именно организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, пенсионеров, которая объединяет всех и вся, и она открыта для всех, вот призываю, чтобы закончить этот вопрос, быть вместе, быть под единым нашим уставом, единые задачи в тесном взаимодействии с органами власти, решать те вопросы и проблемы, которые у нас есть. Тогда у нас все получится. Если же каждый мясничковым порядком и способом где-то на своих каких-то местах и так далее будет пытаться это сделать, ничего не выйдет. А тем более, еще раз говорю, очень непростая обстановка, которая в мире, она иногда еще раз заставляет всех вспомнить о лучших качествах граждан, патриотов и так далее, лучших качествах наших людей, о тех традициях, героических заложенных нашими старшими поколениями, и делать все для того, чтобы наше государство было крепким, единым, могучим, и чтобы люди и подрастающие, особенно наши поколения, они четко выполняли те традиции, поддерживали, выполняли те общие задачи, общие государственные интересы, и тогда у нас будет хороший достойный результат, и мы будем жить лучше, и в целом будет наше общество здоровее. Виктор Петрович, мы затронули тему о традициях ветеранских организаций, да, и подробнее, может быть, поговорить о взаимодействии с органами власти. Да, мы, конечно, тоже важные, важные направления очень деятельности, это уставное наше направление, потому что в уставе и всероссийском нашей организации, это как раз перекликается с темой нашего, вот, в принципе, предыдущего, да, вопроса, и в уставах нашего областного совета, вот районных, в том числе Ленинского района, в уставе одно из принципиальных, ключевых положений есть работа в тесном взаимодействии с органами власти. Это очень важно, и это, наверное, очень правильно, потому что без поддержки, без такого вот взаимного понимания, без вот этого взаимодействия решить и задачи, которые перед нами в целом стоят, а они очень порой простые, кажется, на первый взгляд. То есть уже какое-то, да, медицинское обслуживание. Да, это мы боремся или мы работаем за то, чтобы люди старшего поколения, во-первых, ощущали на себе результаты реализации действующего законодательства по защите законных прав и интересов. Конечно, мы не можем там все решить, как положено, у нас нет ни того бюджета, у нас нет ни тех, может, сил и средств, но мы общественный контроль, в первую очередь. И когда мы правильно ставим вопросы, проблемы, когда мы информируем нашу власть, когда мы ей помогаем и подсказываем, где наиболее болевые точки, да, где надо применить на больше сил, средств, в каком направлении, это здорово, это нацелено на хороший конечный результат. Поэтому тесное взаимодействие с органами власти и в центре там повыше, и на местах, это очень важно. И я хотел бы вот сейчас сказать о том, что именно такое, наверное, взаимодействие, вот здесь, в Ленинском районе, оно действительно имеет замечательную традицию, и здесь тоже традиционно поддержка работы ветеранской организации со стороны органов власти всегда была очень сильной. И обратная связь, конечно же, тоже имела место, и поэтому в Ленинском районе существует Координационный совет общественных объединений, кстати, созданный по инициативе ветеранской организации, куда входят представители не только всех общественных организаций, а даже политических партий. Такого нету ни в одном пока муниципалитете Московской области, а может даже и нашего государства. Это тоже результат, свидетельство вот этого хорошего, тесного взаимодействия с главой района Олегом Владимировичем Хромом, депутатским корпусом в целом и нашими руководителями, председателем Совета депутатов Ленинского района, с другими должностными лицами. Есть и личные очень хорошие контакты, отношения, и в целом хорошее взаимодействие наших структур. Я скажу, что эту традицию я всеми силами стараюсь теперь воплотить и также продолжить в жизнь и на уровне Московской области. И скажу, что буквально с первых дней моей работы, а может даже с первого дня, это имеет место, и я очень благодарен тому, что и губернатор нашей области Андрей Юрьевич Воробьев, и члены правительства, и многие другие должностные лица, Дума наша, она с нами работает очень тесно, очень контактно и очень конкретно. И результаты даже этой работы уже имеются. У нас есть совместные соглашения, проекты некоторых готовы к подписанию, есть планы, совместные работы. Они, конечно, выстроены на предыдущих традициях, которые были, но мы назвали вот на пленуме 18 марта наши действия, вот эти планы новые по взаимодействию с органами власти, это очередной новой страницей в истории нашей организации. И это сейчас, ну как бы воочию воплощается в практических делах, в том числе тех планах, которые составлены, которые подготовлены, которые реализуются в этом уже году и на перспективу. А год у нас очень интересный, очень значимый, очень знаковый по многим событиям. Да, вот одно такое событие, о котором, наверное, мы тоже поговорим более подробно, да, 75-я годовщина битвы под Москвой. Какой комплекс мероприятий планируется вообще в области, да, и в районе? Вот мы, видите, замечательно как раз перешли логично вот на практику наших дел. И я хотел бы сказать, что, ну чуть-чуть еще предваряя вот конкретику, да, что мы вот при тесном взаимодействии с нашим правительством, с губернатором области, на местах с главами поселений, главами районов, нашими всеми органами, депутатскими структурами, выстраивали и уже вот спланировали и начинаем воплощать целый комплекс совместных мероприятий, которые нацелены вот во многом на успешное проведение, подготовку и празднование 75-летия победы в битве под Москвой. Это ключевое, это самое знаковое, наверное, политическое событие этого года, в декабре месяце, 5 декабря мы будем отмечать эту дату. Это про логи, про образ победы в Великой Отечественной войне без разгрома немецко-фашистских полчиц под Москвой в декабре 41-го года. Пока сложно говорить, когда бы был финал и итог победы в Великой Отечественной войне. Но это событие состоялось. Роль Московской области, роль нашего старшего поколения героического, роль жителей, тружеников тыла и тех, кто в те годы, в страшные, тяжелейшие годы сделал все для того, чтобы спасти нашу Родину, чтобы защитить Москву, чтобы будущие поколения могли жить мирной, спокойной жизнью, оно неоценимо. И, наверное, история еще не один раз будет к этому возвращаться, к этому великому подвигу, а он будет продолжать оставаться тем воспитательным и тем, в общем-то, таким событием, единящим, мобилизующим и подающим пример всему миру, всему нашему человечеству, как надо уметь любить свою Родину, как ее защищать и как делать все для того, чтобы будущие поколения, которые идут вслед за нами, они могли бы тоже быть готовы морально и по всем остальным показателям вершить вот такие великие дела. Конкретных событий и конкретных планов, о чем мы начали говорить, очень много. И они... Они уже начались? Они, естественно, они уже идут фактически сразу же начались, можно сказать, после 70-летия победы в Великой Отечественной войне. То есть мы уже в прошлом году стали планировать вот и на местах, и на уровне области нашей, и взаимодействуя с другими субъектами и структурами, вот эти все планы, вот эти все дела. Конечно же, в центре внимания всех этих событий будет человек. Вот я скажу так, в Ленинском районе участников битвы под Москвой, награжденных медалью за оборону Москвы, осталось чуть более 20 человек, скажем вот так. В Московской области их чуть более 600 человек. И это те люди, которые заслуживают всяческого внимания, заслуживают того, чтобы им вот к дню этому, к этому событию, было, ну и не просто там чествование, не просто там какие-то подарки и так далее. А они были в центре всех событий. Мы это делаем. И занимаемся вместе с нашими органами власти. Вот скажу так, как пример, просто буквально недавно на днях с министром социального развития Московской области Ириной Клавдией Фаевской мы встречались с рабочей группой, где буквально вот пунктуально, по шагово, по каждому почти человеку и вот численности смотрели, сколько, где, на какой территории проживает и планировали те шаги, которые мы должны сделать для того, чтобы, еще раз говорю, не только никто не был забыт, а чтобы он был в центре внимания, чтобы они их знали, помнили об этих людях. Ну и, наверное, роль в том числе средств массовой информации здесь будет тоже большая для того, чтобы о них рассказать их подвиг, их труд, их заслуги, передать, оставлять для наших молодых подрастающих поколений, чтобы они ими гордились и учились на их героическом труде и подвигах военных. Очень много событий планируется. Ну, одно из них, к примеру, 21 июня у нас стартует автопробег. Это какая-то акция будет, да? Да, своего рода акция, которая подготовлена ветеранами и молодежью при поддержке правительства Московской области, Московской областной думы, вот молодой гвардии нашего региона, и в том числе и ребят из молодой гвардии Ленинского района. И этот автопробег начнется, старт его будет у дома правительства, и он начнется по местам боевой славы, по городам воинской славы. Первый этап закончится в Нарофоминске. Вот. И дальше планируется еще несколько этапов этого события. Планы очень интересные. Мы посмотрим, удастся ли их все до конца реализовать. Но они там настолько некоторые масштабные, что, допустим, этот автопробег пройдет и по земле даже Крыма, нашего героического, нашего Крыма, и по другим регионам. И завершится в Подмосковье вот к декабрю месяцу. Это будет автопробег. Это только одно из мероприятий. У нас будут концертные бригады совместно ветеранские, молодежные, с органами нашей культуры, вот с всеми структурами, учреждениями нашими, культурно-досуговыми. Планируются интереснейшие концертные вот такие бригады, которые фронтовые, как мы их называем, и так далее. Это впервые будет такое. Это я открываю для телезрителей нашего Ленинского района, может, чуть-чуть карту, которая еще неизвестна многим, но вот они должны посетить каждый муниципалитет, побывать среди ветеранов, в первую очередь, с молодежью и так далее. И вот такое вот тоже событие. И много-много других, еще раз говорю, дел спланировано. Но главное, что они все нацелены на конкретного человека. И адресная, и помощь, и поддержка, потому что, вот, к примеру, знаю, есть уже решение Министерства социального развития, и будет проведено социально-бытовое обследование, кстати, вот всех ветеранов, участников битвы за Москву. И постарается, опять, и органы власти вместе с общественностью, решить их проблемы, вопросы, которые у них остались, оказать им конкретную, адресную, уже несколько раз повторяю, адресность, это очень важно, помощь и поддержку. Ну, вот в таком плане. Виктор Петрович, а к вам обращаются, да, вот ветераны из Ленинского района за помощью. То есть, все равно вот осталась эта связь, да? Несомненно. Ну, Ленинский район, как мы уже и начали, может, наш разговор с того, был, есть и будет тем районом, откуда я вышел, вот, и работаю на этой должности, хотя предыдущие мои, как бы, все там годы жизни службы, ратной службы были в далеких краях и местах, но больше 10 лет я уже здесь, в Ленинском районе, это моя малая родина и город видный, в котором я живу, он, наверное, навсегда так останется, моей, именно, той базой, скажем так, тем местом, где я работаю, где я тружусь, где мои самые близкие, и люди, и актив, и, конечно же, обращаются из Ленинского района. И я планирую даже, ну, вот, нашего времени эфирного не очень много, можно было бы рассказать, допустим, о каком плане. Я хочу сделать так, чтобы наш ветеранский актив областной почаще не просто бывал на местах, а вот мои лично будут дни приема на территориях, это такое будет, то есть выездные дни, и я буду, в том числе в Ленинском районе, и в других наших муниципалитетах, и наш ветеранский актив. Кстати, мы сейчас вот выстраиваем, опять приближая к людям, к нашим территориям, к нашим первичкам, вот сюда наши органы управления власти, как можно так сказать, ветеранские, да, уже Московская область разделена на четыре сектора, север, юг, запад, восток, где мы усиливаем вот работу по направлениям, потому что одному председателю, допустим, и даже с несколькими своими заместителями, и так далее, охватить вот эти объемы и масштабы, о чем мы вначале говорили, очень сложно. Приближаем, будет секторальный подход на местах, будем ближе к событиям, будем ближе к проблемам, будем ближе к людям. Виктор Петрович, когда вы говорили о мероприятиях, активно привлекается же молодежь. Несомненно. Вот расскажите о патриотическом воспитании, вот как ведется эта работа? С учетом того, что как бы одно из главнейших, может быть, направлений нашей деятельности, помимо, как я уже говорил, поддержка людей старшего поколения, да, традиций, истории нашей великой, и сделать все для того, чтобы это все было, и органы власти нам везде в этом помогают, мы ведем огромную, я бы сказал, это не боясь слова, работу, у нас стремление и желание очень много для того, чтобы передать опыт молодым нашим людям. А самый главный опыт — это воспитание в них чувства патриотизма. патриотизма того, который бы отличал, как и всегда это было на нашей Святой Руси, отличал наших людей от всех остальных жителей нашей планеты именно вот этим особым чувством, когда порой наши противники или даже откровенно враги поражались и удивлялись. Они никогда не думали, такого быть вроде не может, откуда эта стойкость, откуда это вот такая бескомпромиссность, откуда желание, если надо, и жизнь отдать и так далее за свою родину, за свою страну, за наши другие поколения, за нашу землю родную. Поэтому мы делали, делаем и все будем делать для того, чтобы наша молодежь была воспитана на вот этих лучших традициях, чтобы они всегда помнили и гордились своими великими предками, своими отцами и дедами, своими старшими поколениями, в ветеранской организации на первом плане как раз стоит вот эта работа. Я, пользуясь вот такой возможностью и как раз вопросом, и обсуждаемым, хотел сказать, что, конечно, строить такую работу необходимо порой на конкретных примерах, на ярких личностях, которые есть у нас в истории, в нашем государстве. Их очень много, очень много. Но вот сегодня об одном конкретном человеке хотел бы сказать. Георгий Константинович Жуков. Человек-легенда. Человек, который за свою жизнь и в своей деятельности, ратной службе, в первую очередь, достиг таких высот. Ну, его примером пользоваться можно всем и стремиться к этому любому нашему молодому человеку. Четырежды герой Советского Союза, маршал Советского Союза. И огромное количество наград. Маршал Победы. Точно. Он самый главный маршал нашей Великой Победы. Так вот, в плане, как бы, его примера личного это одно дело, а вот в плане его завещаний или его обращений я сегодня даже некие выдержки вот из его это личного обращения к молодежи, которое тоже является важнейшим элементом и его можно использовать и нужно вот в воспитании патриотизма хотел прямо зачитать. Мое слово к вам, молодые люди, будьте всегда бдительны. Я призывал бы нашу молодежь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт, собирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные даты и славные имена. Но особенно важно помнить, среди вас живут бывшие солдаты. Относитесь к ним бережно. И у него еще очень много в этом обращении именно тех слов, ключевых фраз, которыми можно пользоваться. Я вот скажу так, мы в свое время в Ленинском районе вот это обращение передали во все наши школы, во все библиотеки. И работу вокруг конкретного даже вот это обращение мы большую вели. Я призываю и продолжать в том числе вот нашим и педагогам и нашим другим всем структурам и в первую очередь нашей молодежи обращаться вот и к этому обращению и к таким многим нашим другим документам классикам нашей великой победы, если так их можно назвать, к нашей великой истории. Там есть чем учиться, там есть у кого учиться. И самое главное еще помнить надо, что вот творцы этой великой истории они пока с нами. И это очень тоже важно помнить об этом и сделать и делать для них все, что от нас еще зависит, пока они здесь есть. Потому что время неумолимо идет вперед. И уже даже тем, кто на фронт призывался в последние годы войны, сейчас за 90, но они рядом с нами. Поэтому давайте их помнить, давайте их ценить, давайте их любить, давайте их заветы, давайте их традиции и опыт воплощать в жизнь и делать все для того, чтобы они это чувствовали. Виктор Петрович, у нас немного осталось времени прямого эфира. И давайте поговорим о планах вообще, ваших планах в работе. Вот что нового, что вот вы уже воплотили в жизни, что еще осталось? Да, понял. Хорошо. Значит, если говорить о моих личных планах, конечно же, вот что-то уже прозвучало сегодня, но я еще раз хотел сказать, хотел бы сделать в первую очередь так построить свою деятельность, чтобы те традиции и тот опыт, который был, есть, накоплен в ветеранском движении, в вопросах взаимоотношения с органами власти, в вопросах решения проблем людей старшего поколения, он только наращивался. И поэтому работал, работаю и буду работать, не жалея ни времени, ни своих сил, ни, конечно, иногда даже, может быть, сил нашего актива, потому что мы стараемся друг друга понимать и стимулировать где-то, и стараться делать все от нас зависящее, чтобы, в первую очередь, еще раз говорю, решались проблемы людей. Поэтому работа, конечно, большая работа у меня лично предстоит на почве выстроить структурно свою как бы деятельность в центре, потому что с учетом, я говорю, опыта большого, который там был, его надо новые страницы, его поднимать на новый уровень, надо привлекать новых молодых ветеранов, свежие идеи, мысли и так далее. И это очень важно. Очень большая работа, как сказал, уже на местах, поэтому поездки, командировки, как можно так сказать, и не только в масштабах и в пределах нашего региона, но и дальше за его границами. В частности, уже успел побывать в этом году в Республике Крым в том числе, и там налаживаем отношения. Мы же Ленинский район заключили в свое время соглашение с Ленинским районом Республики Крым и с ветеранской организацией. Мы их поддержим, эти связи и отношения и на уровне взаимодействия органов власти и на уровне ветеранских организаций. Новая страница там, это город-герой Керчь и его совет ветеранов работа, планы. То есть, это вот такие направления. Мы обязательно, еще раз говорю, очень много будем работать с молодежью. Это главное, опять, центрально, о чем мы фактически сейчас поговорили. Есть планы такие, выстроить настолько наше взаимодействие, отношения, чтобы шефство над каждым ветераном Великой Отечественной войны было реальным, и оно вот в ближайшее время уже было воплощено в практику. Потом пойдем по другим категориям, потому что в ветеранской организации их очень много. В общем, планов много. Надо время для того, чтобы их реализовать. И вот хочу зачитать пожелание от секретаря общественной организации узников фашистских лагерей Яковлевой Аллы Павловной. Дорогой Виктор Петрович, желаю вам крепкого здоровья, поздравляю вас с новой должностью, не забывайте о ветеранах малолетних кузников фашистских лагерей. Спасибо большое. Поздравляю вас. Мы присоединяемся, желаю вам только удачи. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Виктор Пикуль, председатель Московского областного совета ветеранов. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.